Всем привет! Это подкаст Куакваков Продакшн. Этот выпуск о релизах мы записывали еще в конце января 2022 года. С тех пор, как вы знаете, ситуация в мире в целом и в IT в частности резко поменялась. В этом выпуске вы можете услышать об инструментах, которые сейчас недоступны для использования на территории Российской Федерации. Но мы решили все равно выложить для вас этот подкаст, потому что тема стабильной работы продуктов сейчас актуальна как никогда. Так что слушайте наш подкаст и берегите себя. Вообще, СРЕ — это, не знаю, либо систем, либо сервис, рестарт-инженер. Это как, типа, выключить комп, ну, типа, включить, и он вроде работает, уже не так плохо. У кого-то не выключаются, у кого-то начинают моргать, у кого-то еще там, не знаю, данные сохраняют в какую-то, блин, соседнюю систему, которая тебе вообще нафиг не нужна. Вот она, как, не знаю, выпущенная пуля, ты ее запустил, и она пока не долетит, ты ее не можешь обратно в карман положить. Блин, это же очень жестоко, то есть ты уже знаешь, что все плохо, но ты ничего не можешь с этим сделать. Просто сидишь, у тебя море данных, и ты просто не понимаешь, зачем тебе, там, не знаю, 80% от этого моря, а люди потратили время на это. И все такие собрались, силами поперерабатывали на недели, и выпустили в пятницу, и обрадовались, и пошли в бар. И, как бы, естественно, там мы и узнали, что не все так гладко, как нам казалось. Кто не релизит, тот не ест, релизьтесь безопасно. О чем болтаем? Это продолжение нашего предыдущего выпуска «Нет релизов, нет проблем». В предыдущем выпуске мы разговаривали о том, кто такой сырья инженер, чем он занимается, чем он полезен для команд, а также рассматривали некоторые техники безопасного релиза. И в этом выпуске мы продолжим обсуждать остальные техники безопасных релизов, и поговорим про откаты тех самых релизов, когда все пошло не так, и про постморты мы. А с вами все еще Стас, Маша, Иваня и Шмаметев. Всем привет. Кстати, мы же делали опрос среди команд, кто, как и при помощи каких инструментов релизит. Давайте узнаем, какие ответы были самыми популярными. Итак, на вопрос, кто занимается релизом в твоей команде, каждый второй сообщил, что в релизе участвуют тестировщики. Но не всегда в ответе были только они. 30% признали, что тестировщики отвечают за релиз вместе с разработчиками. Еще 30% отстаивали позицию разработчиков, заявляя, что релиз – это только их дело. Всего в 10% ответов фигурировали технологи, а также единично всплывали такие специалисты, как системный аналитик, релиз-менеджер и релиз-инженер. А приз наших с Машей симпатий достается ответу «Релизом занимается вся команда». Что касается инструментов, то самым популярным из них является GitLab. Его упомянули 90% ответивших. Sage и Grafana разделили второе место, их использует 60% команд. Отмечу, что в чистом виде ответов, где фигурировал лишь один инструмент, почти не было. Практически все ответившие работают сразу с несколькими решениями. Кстати, среди всех ответов нам встретился один, который вызывает уважение и характеризует текущую ситуацию. Это ответ «Собственная разработка». И по поводу смока на проде. 40% делают его после каждого релиза. 27% оставляют под большие критичные релизы. И еще 30% заявляют, что не делают его никогда. Вань, расскажи теперь про следующую технику безопасного релиза – TBD. Что это такое? Это Run-Based Development. Я, кстати, пару лет назад, когда я видел, такой TBD, я думаю, блин, зачем они пишут там «to be done»? Что же там будет? Сделано-то. И долгое время я такой не понял, думаю, блин, зачем они это везде ставят? На самом деле, мне кажется, это как раз один из инструментов, который позволит, вот мы говорим, по коммитам релизить, то есть какие-то атомарные релизы делать не раз в две недели. Как раз мы когда шли к релизам ежедневным, я не уверен, что мы прям в каждом продукте к этому пришли, но у нас раньше как было? У нас раньше был там мастер, мы от него таки отрезали там какой-нибудь релиз 12-13-0, и такие, все, ребят, вот сюда мы, короче, 4 задачи вкидываем, и вот 4 задачи ни больше, ни меньше едут в этом релизе. Все, этот релиз там уходил тестироваться, там на регресс, все там на смог, и уезжал на прот, потом его там откатывали по каким-то причинам, да, потому что задачи оказались такие большие, что их, ну, почему-то прожевать. Ну, я, по-неделу, самый плохой кейс рассматриваю, да, но вот зачастую бывало так, что 4 задачи вот заехали, и из-за одной какой-то недоработки приходилось откатывать весь релиз, и получалось так, что из-за одной там недоработки откатывалось еще 3 соседние вчи, которые, кажется, вообще тут, ну, ни при чем, они... Работают нормально. Да. Да, они пострадали, и получается, что, может быть, даже это разные команды делали, да, что еще обиднее, получается, там, команды так смотрят друг на друга и такие, о, опять мы там из-за вот этих откатились. И это было неприятно, да, и мы такие думали, как же вот спрогрессировать так, чтобы не аффектить друг друга, или как-то если аффектить, то можно было, ну, минимальный эффект, да, делать. Ну, соответственно, сама история про то, что ты... У тебя есть всегда стабильный мастер, ты делаешь там небольшие фичеветки, да, в них разработку ведешь. Там вот я не знаю, в самом ТБД там про фичфлаги есть или нет, то, что ты как бы все закрываешь фичфлагами, чтобы как-то расшифровать, да, что такое фичфлаг. Самое простое можно представить, как у вас есть некий, не знаю, if, некое условие, и вы там пишете, что если вот это там значение false, то, пожалуйста, выключи вот эту кнопку, пускай не будет красной, да, а если вот этот флаг включен, пускай она будет зеленой, условно. То есть мы в наш сервис добавляем некую функциональность, но при этом она без дополнительной манипуляции не видна клиенту. И, соответственно, вот человек сделал некую фичеветку, сделал какое-то относительно небольшое там изменение, закрыл этот фичфлагом, все, он, соответственно, выкатывает там merge request или pull request в зависимости от вашей системы, его ревьювят, там как-то, например, на фич контуре смотрят, тестируют, автотесты там и так далее, и так далее, все, вмержуют в мастер, и, по идее, ты уже можешь релизиться на продакшн. Если ты закрыл фичфлагом, да, то в идеале ты можешь просто то же самое закатить, ну, то есть вот этот мастер закатить, и для клиента это будет ровно то же самое, потому что фичфлаг выключен. Соответственно, потом, например, кто-то может либо зайти на продакшн, да, включить для себя фичфлаг, либо, как-то, не знаю, в автотестах включить флаг, ну, то есть по-разному включить фичфлаг, не знаю, на определенную группу, там, участников, лиц, ну, в общем, пользователей, вот, и смотреть, как это все будет, да, и, соответственно, в том же примере, когда у нас есть некая релизная сущность, например, спринт, да, и мы говорим, за спринт мы сделаем четыре задачи, они могут ровно так же заезжать, там, как-то в разной последовательности, да, но условно они в одном спринте, их можно выключать, там, атомарно фичфлагами, и, соответственно, если один кто-то выпустил фичу с багом, ты говоришь, там, типа, не знаю, фича четвертая, выключаем флаг, и все, и три остальные живут на продакшене, не откатываясь. Тут, конечно, тоже нужно мастерство так изолировать свою фичу, чтобы ты, там, выключением фичфлага реально ее отключал, а не ты, там, отключаешь, а она, оказывается, там, протекла в тот сервис, а тут, чтобы твой фичфлаг доставить, надо еще два сервиса рядом зарелизить, и у тебя такой ТБД получается, что, как бы... А зачем вообще именно с фичфлагом это делать? Почему нельзя сразу выпустить то, что вот было разработано, там, протестировано? Можно, да, но, с другой стороны, когда у нас, там, какие-то сбои случаются, мы такие, блин, ну, все люди, все ошибаются, да, где-то, там, тестовое покрытие может хромать, где-то баги, где-то просто человек устал. Мне кажется, чтобы просто быстро выключить эту историю, да, без обратных релизов, потому что релизный процесс, он тоже, ведь, можно его... Можно и так откатить, что ты, не знаю, на прошлый год откатишь какой-нибудь релиз, у вас релиз прошлогодний. Вот, и, как бы, ну, то есть у нас, в принципе, довольно удобная пишка, которая отключается, ну, то есть есть, конечно, куда расти, но это всяко лучше, чем новый релиз откатный делать. Но это команды сами делают, они зашли там куда-то, дернули какой-то сервис, передали какой-то параметр и включили эту фичу. Вот мы одно время пробовали взять эту историю на себя, потому что там даже был такой кейс, что ты такой сидишь, вроде чилишь, нет никаких релизов, то есть у тебя вот чат с релизами, он пустой, и резко тебе прилетает алерт, там какой-то, типа, там, не знаю, контракт побитый, да, ты думаешь, блин, там последний релиз, не знаю, час назад был, и ты просто не можешь смачить одно с другим, потому что включение фич-флагов, оно нигде, ну, то есть оно... Никак не следит, короче. Да, то есть это надо прямо в отдельную систему заходить, смотреть лог, кто как включал, это тоже не самое очевидное, когда у тебя что-то резко взорвалось. И оказалось, что там какой-то человек включил только для андроида какой-то фичи-флаг, потому что на мобилке-то вообще все релизится, так как у них там своя система релизов, да, там, не знаю, раз в две недели, там, и так далее, так далее, от команды зависит. Вот, они все, я так понимаю, релизят под фич-флагами, и там было так, что человек включил его, и в лучших традициях ушел там, типа, на обед. Вот, и ты такой, и что тут делать? Потом вот мы уже там раскопали, что оказывается реально вот... Ну, то есть ты уже смотришь там по юзер-агенту, что да, действительно, мобила самой последней версии и резко решила сойти с ума и накидать тебе там какие-то тысячи-тысяч кривых запросов. Ну вот, я говорю, мы думали это все забрать, но потом как-то мы поняли, что опять-таки не быть бы вот этим бутылочным горлышком, которому ты идешь на поклон и говоришь, там, добрый дяденька, там, дерни мне вот эту кнопку, пожалуйста, согласуй. А этот добрый дядька, он как бы особо не понимает, что эта кнопка означает, но чисто такой вахтер и дергает эту кнопку. Ну, хотя бы он знает, что вот он, дернув в такое-то время такую-то кнопку. Ну, да, да, и как бы мы тогда хотели просто полечить этот кейс, да, но тут как бы как со всеми сбоями, вот, типа, один раз стрельнул, больше не стреляет, такой, ну, можно подождать. Есть что-то, есть что-то поважнее. Блин, ну вот с мобилками я согласна, что там, наверное, без фичи флагов не обойтись, но вот в вебе, я могу сейчас ошибаться, но мое мнение, мне кажется, если у тебя система так круто построена, что тебе легко все изолировать, чтобы сделать грамотные фичи флаги, то тогда, блин, не делай фичи флаги, у тебя и так все классно изолировано, нормальное тестовое покрытие, кати сразу. Я немножко расшифрую свою мысль. Мы достаточно часто работаем с фичи флагами, и, блин, вот половина проблем, это как раз-таки в том, что фичи не до конца друг от друга изолированы, они куда-то протекли. Ты выключаешь флаг, а она у кого-то не выключается, у кого-то начинает моргать, у кого-то еще там, не знаю, данные сохраняет в какой-то, блин, соседнюю систему, которая тебе вообще нафиг не нужна. В общем, очень много времени уходит на тестирование вот этих вот двух состояний в выключенном и включенном состоянии. Там много багов, и в итоге, если бы вот все вот это время взять, которое вы работали с нестабильностью выключения фичи, вы бы уже хорошо ее до конца доделали и уже бы выкатили. В общем, не знаю, я что-то в вебе, если честно, не очень в фич тогло верю. Ну, тут действительно зависит от того, кто как реализовал. Может быть, есть такие действительно какие-нибудь сквозные интеграционные фичи, которые не покроются. Ну, просто с другой стороны, опять-таки, тут же вопрос еще и о томарности. Если у тебя, не знаю, условно новая форма какого-нибудь создания документа, ты ее просто целиком скрываешь. Если у тебя, не знаю, новое поле на одной форме, ты тоже там целиком как-то скрываешь. А если ты хочешь в зависимости от фичи флага, там, не знаю, ИНН, там, 14 или 16 символов, там, может быть, уже... Ну, тут, конечно, легкий пример взял. Но, в общем, суть в том, что если у тебя какая-то логика сложнее, да, чем просто показатели скрыть, там, наверное, да, сложнее. Ну, то есть, опять-таки, надо просто посидеть, подумать, рассмотреть каждый кейс. Не знаю, в общем, я пока не убедилась. Мне кажется, в современном вебе достаточно редко это нужно. Но вы можете накидать нам в комментариях варианты, когда фичи тогло реально в вебе сильно вам помогли. С другой стороны, кстати, касательно веба. Вот, мне кажется, многие про это забывают. Большая часть клиентов, оно сейчас с мобильных устройств, не у всех есть безлимита. Если задуматься, что такое релиз фронт-энда, это новая статика, новый JavaScript, там, HTML, не знаю, картинки, CSS, так далее, так далее, может, где-то даже шрифты. И получается, что, скорее всего, ваш релиз – это прям полностью замена приложения со всеми вот там потрахами, да, все новые JavaScript, ну, то есть обновления. Да, там можно, конечно, хэши добавить, так далее, так далее. Но я клоню к тому, что, если, мне кажется, мы такие юзер-френдли, то вот выключить один флаг, это поход в одну опишку, да, это будет для мобильного браузера выгоднее по трафику, чем ты ему полностью из него фронт-энд выбьешь, новый поставишь, ну, точнее, старый. И он снова перекачает эту статику, и он такой, блин, не так-то мне и хотелось твои 2 мегабайта JavaScript качать, чтобы посмотреть, что у меня на карте минус 10 рублей. Слушай, ну, сейчас, на самом деле, не все так печально, что там прям всю статику все надо заменять, сейчас тоже можно катиться кусочками. Вот поэтому-то я и говорю, что, типа, если у тебя архитектурно все грамотно, круто составлено, то в большинстве случаев как раз-таки фич-флаги излишни. А если они не излишни, то с ними очень много возни. Ну, ладно, пойдем дальше. Мы хотели спросить про стейдж и стейджинг окружения. В принципе, тестирование, ну, такая достаточно распространенная тема. Насколько это правильный подход, и чем он отличается от Blue Green Диплоя? У нас, да и сейчас даже есть, как бы, стейджинг, да, во многих местах. Правда, опять-таки, мы уходим, вот говорю, в плане канарейку, но я уже объясню мотивацию. Тут, как бы, какая история? Мне кажется, что это все-таки удобно, да, если мы говорим про тестирование, про, там, наигрывание каких-то историй, потому что я не знаю, у кого как, вот у нас вечно тестовое окружение, оно такое, как бы, своеобразное, оно может и не поработать в какие-то моменты времени. И... Ты прям так аккуратно искал своеобразное. Да, ну, все-таки, как-то быть толерантным, ни на кого не набрасывать. Поэтому, ну, то есть, я сам, даже раньше, когда мне говорят, там, вот, какой-то баг, ну, то есть, я же тоже не всегда, там, не родился с Ри, я был до этого разработчиком, мне, там, говорили, вот, смотри, там, Ваньку, вот есть какой-то баг. И ты такой, типа, блин, а где же бы мне его наиграть? Когда на продакшене, ну, можно, там, какие-то реальные деньги задеть. Тест не работает. Ну, ты что делать в таком случае, да? Ну, можно на комнате стейджа наиграть. Ну, как вариант. Почти как прод, но еще не прод. Поэтому было удобно. Сейчас бы я, конечно, не советовал так делать. Какие-то реальные баги на, там, стейджинге или, тем более, на проде использовать. Но почему бы нет, если у вас позволяет, как бы, финансово в плане, там, денег, инфраструктуры, сопровождение, вот, как бы, как отдельного, ну, как сказать, стейджа, не знаю, контура, там, Энва, разные, в общем, слова надо подобрать. Если у вас это и командно тоже позволяет, почему бы нет? Я сейчас просто, вот, ты рассказал о том, как ты делал раньше. Я поняла, почему я стейдж настраиваю, а он через некоторое время разваливается. А я его настраиваю, а он разваливается. Вот, оказывается, в чем причина. Возможно. Ну, тут я говорю, вопрос именно стабильности теста, я не знаю, твоего локал хоста и так далее, и так далее, где ты можешь это наиграть. Потому что я вот говорю про то время, когда у нас не было особо там ни интеграционных, ничего, ты мог запускать юнит, они тебе ничего не показывали. Это такое, ну, как бы, лучшая проверка, пойти руками, ну, глазами посмотреть, руками потыкать. А почему на каком-нибудь тестовом контуре, там, не знаю, или локально там собрал и запустил, типа, не проверить этот баг? Ну, вот я и говорю, да, что если допускать, что тестовое окружение не своеобразно, и ты ему можешь доверять, тогда, конечно, ну, это будет самый правильный, да, вариант, скорее всего, даже на локал хосте, чтобы еще и сам тестовый контур не раскладывать. Потому что, возможно, как раз-таки из-за того, что все резко решили понаиграть баги на тесте, он становится таким своеобразным, да, что там просто какая-то война происходит, и ты не можешь ему доверять. А на локал хосте зачастую, как бы, ну, есть такие проекты, которые вот поднять их на локал хосте, там целое дело будет. Если мы говорим в плане фронтенда, ну, там, да, можно еще как бы наиграть, там, против тестовой опишки. Если мы говорим поднять какой-нибудь бэкэнд на локал хосте, там у тебя, может, сетевых доступов не быть, уже все, как бы, не протестировать. А я уж думаю, если мы там дальше по технологиям, какой-нибудь, не знаю, там, ML-модель поднять, там вообще уже какие-нибудь космолеты будут. Ну, и там в плане мобильной разработки, я думаю, так же, что там, пока ты сбилдишь приложение, состаришься. Ну, опять-таки, по слухам. Ну, мне еще кажется, на самом деле, вот микросервисность тут сильно накладывает не то что ограничения, неудобства, так скажем, потому что, ну, вот я с этим часто сталкиваюсь. Допустим, нашли ему какой-то баг, надо его воспроизвести. Казалось бы, можно на локал хосте, но ты вряд ли работаешь вот прямо сейчас, прямо в той репе, которую тебе надо поднять. Знаете, вот это, пока ты все это выкачишь, пока это все поднимется, реально, просто полдня пройдет, в тест удобнее потокится. А за релизе мы там проверим, че. Ну, вот я про это говорю, что в плане стейджинга это очень удобно, что такое пошел. Ну, то есть, если ты ему действительно доверяешь, он же тоже может быть такой, этот, своеобразный. Там тогда уж только на продакшен идти смотреть. Там бы не хотелось. Тем более, там, не у всех могут быть какие-то пользователи. Опять-таки, если ты пользуешься своим продуктом, то тебе это суперудобно. Но вот у нас продукт для юрлиц, а большинство из нас не юрлицы. И в этом плане ты не можешь в своей повседневности проверить, насколько ты делаешь хорошо или плохо. И в этом плане мы не можем сами на себе что-то тестировать, проверять. Потому что, мне кажется, в инвестициях вообще просто пишешь любому человеку в компании, говоришь, че, проверь, что там у нас в инвестии. Он такой, да, нормально, акции упали. Надо было брать. Да, ну то есть тут можно это проверить, а у нас такой, говоришь, блин, чел, там, какой у тебя ИП, там, ОГРН какой-нибудь? Ты такой, че, там, вообще на ком говоришь? Вот, поэтому тут тяжелее. Надо держать своего знакомого бизнесмена, чтобы проверить свои фичи на проде. Ну да. А если говорить еще про какие-то административные моменты, ну типа вот релиз 31 декабря, да, или там релиз в пятницу вечером, там, есть ли какие-то рекомендации или стандарты, там, еще что-нибудь, что поможет действительно избавиться от каких-то возможных проблем на выходные, так скажем, ну, может быть, на следующий день и так далее. В плане 31 декабря тут действительно жесткий кейс, потому что он, как бы, самые длинные праздники в России, потому что я, как бы, в других странах-то далеко не везде так с размахом отмечают. Мы поэтому, я пару раз говорил, что у нас там некий релиз фриз был, да, мы вот просили за две недели до нового года не релизиться, чтобы как-то это все там настоялось, накопилось, да, условно. Но из любого правила есть исключение, потому что специфика нашего бизнеса такая, законы могут вступать в силу 1 января. И хочешь, не хочешь, даже если ты зарелизился, не знаю, а 1 декабря ты по закону должен включить это ровно 1 января. То есть фичфлаги, как раз. Да, да, вот фичфлаги нашли применение. С другой стороны, что даже если ты зарелизился, он был выключен, тебе все равно включать 1 января, и это, ну, как бы, очень условно равно релизу 31 декабря, если не 1 января, да. А еще обычно эти законы такие, как бы, ну, довольно интересные. Это что, там, НДС повышался. Самое интересное было это повышение НДСа с 18-20%, когда каждый, там, в своей системе, где-то вот, где у него НДС, там, пролезал, указывал, что а теперь можно и 20%. И вот там, конечно, было, по-моему, тоже 1 января включался релиз. Ну, а теперь включался во всех продуктах единоразово? Ну, там, я не помню точно процесс, но там очень много было боли, потому что НДС-то у нас довольно много где, там, и в отчетах, и, собственно, в самих комиссиях, в платежах. И это, наверное, самая жесткая такая была проблема, которую надо было включить вот там четко в обозначенную дату. Вот, а в плане, на самом деле, пятницы вечера у нас во многих продуктах, там, где хороший мониторинг, алертинг и, там, доверие самой команде, там, как бы, релизят. Ну, потому что дежурный, то он все равно в субботу и воскресенье доступен. Он, конечно, будет недоволен, если это будет плохой релиз, да? Да и, как бы, скорее всего, разработчик тоже позовут, потому что непонятно, вот, вроде, там, зачем ты в 8 вечера зарелизил, когда все уже в баре сидели. Как бы тут, скорее, не сказать, что мы, прям, уходя, последний, кто уходит с работы, там, вытаскивает ключ релизов, типа, из, там, как сказать, щели зажигания, да, какой-нибудь, не знаю, как ее назвать, и уносит ключ с собой. В принципе, у нас релизы всегда доступны, и никто не мешает зарелизить, там, в воскресенье, там, в 2.59 утра. То есть мы в этом плане на доверии, потому что мы исходим из того, что, ну, никто не хочет, там, в здравом уме сам своему продукту навредить. Ну, потому что все понимают, что все логируется. Если ты реально хочешь навредить, тебя очень быстро найдут. А, как бы, людей, которые горят продуктом в хорошем плане, у нас сильно больше, если не все. У нас был кейс, никогда кто-то хотел навредить, да, такого кейса, правда, не было. Было наоборот, когда команда хотела успеть выпустить набор фичей к нужной дате, но, как бы, это был не жесткий дедлайн, но все равно такой, который хотелось бы продуктовому заказчику. И все такие собрались силами, поперерабатывали на неделе, и выпустили в пятницу, и обрадовались, и пошли в бар. И, как бы, естественно, там мы и узнали, что не все так гладко, как нам казалось. Как раз алерт долетел, который был настроен недостаточно, был слишком мягкий, да, для этой фичи. Ну, опять-таки, если мы говорим про некую глобализацию, то, как бы, вот эта пятница-вечер — это суперотносительно, а пятница-вечер в Новосибирске — это сколько по Москве там будет? Это, типа, обед в Москве, ну, в Новосибирске, там плюс четыре, там Владивосток какой-нибудь. То есть, типа, для них вечер — это мы проснулись. Я, к сожалению, не знаю, какие-нибудь наши азиатские страны, какие-то там часовые пояса, но мне кажется, что постепенно будем от этого отходить. Я не говорю, что мы там в 23.59 пятница будем релизить, понятное дело, да, но вот в плане, опять-таки, среди дежурств. У нас сейчас команда, она сосредоточена вся именно в часовом московском поясе. И это во многом неудобно, потому что, когда я летал на конференцию в Новосибирск, там вот как раз плюс четыре, когда у ребят здесь было что-то типа шесть или семь утра, у меня там было уже 10.11, я сидел на конфе с ноутбуком, и там как раз такой первый, кто увидел алерт о проблеме, да, и то есть меня это даже не разбудило. Я уже там был как бы боевой, а человек, который в шесть утра позвонит, напомню, мартышечный бот, он вряд ли будет супер рад. Это еще, по-моему, выходные как раз были, так как конференция. Хочется верить, что вот скоро это станет просто мемом про вечер-пятница, потому что он такой как бы относительный. Ну и опять-таки, да, вот в плане подготовиться к какой-то фиче, который надо сдать к понедельнику, но это хорошо, что вы еще в субботу не вышли. Слушай, ну а вы вот в этом случае не хотите рассмотреть вариант, когда у вас сырье в разных регионах находится, чтобы вот не так накладно было там физически вот реагировать на какие-то алерты утро по Москве? У нас же есть ТЦР в Новосибирске. Ну да. Ну я же говорю, я как раз на конференции был, и там тоже побывал. Да, так ну и в Томске есть ребята, там тоже плюс четыре, ну в смысле в самой компании. Там проблема больше хотеть-то хотим, вот как туда человек, как оттуда человека найти. Потому что вряд ли кто-то из Москвы прям на лютой мотивации поедет в Новосибирск на постоянку. Я допускаю, что такие есть, без обид, конечно, в Новосибирск. Ну и прикольный город, да, но там плитка неровная. Будь Собяниным, я бы перевожу. Знаменитые сугробы Новосибирские, которые сами тают. А я больше порадовался, потому что там на каждом углу электросамокат, и он просто, мне кажется, до первой ямы, которая через два метра. И ты просто каждые два метра меняешь самокат, и я не особо понимаю, зачем мне это нужны. Вот. Но тут уже что-то на токсичном, но город классный. Блин, я просто очень часто езжу по регионам, и мне Новосибирск прям очень понравился. Он такой широкий, открытый, там вот эти вот широкие проспекты, классные, почти как в Москве. Потому что обычно приезжаешь в какие-то наши маленькие, небольшие города или старинные города, там типа Нижнего Новгорода, и понятно, что центр весь застраивался. Там 800 лет назад, это всё узкое, оно, конечно, красиво-историческое, но жить тяжеловато в нём. О том, как предотвратить откат, мы вроде уже поговорили, но если всё-таки такая необходимость возникает, то что делать? Во-первых, конечно же, фич-флаги, чтобы быстро откатиться. Вы меня прям сильно даете. Не, ну опять-таки, так как мы же не моностэк, то есть мы можем откатывать фронт-энд, бэкэнд. К счастью, мобилку пока не доводилось откатывать, хотя, как я понимаю, там тоже в различных сторах это делается. Ну, в общем, суть в том, что у нас были такие кейсы, когда вот, например, запущена канарейка, но мы там где-то не доглядели, и ребята чуть её под себя модифицировали, и ты её не можешь остановить в середине. Вот она, как, не знаю, выпущенная пуля, вот ты её запустил, и она пока не долетит, ты её не можешь обратно в карман положить. Блин, это же очень жестоко, то есть ты уже знаешь, что всё плохо, но ты ничего не можешь с этим сделать. Да, неопротимость процесса. Это намного хуже, чем сразу на 100% положить. Там можешь сделать, ты можешь её ускорить. Хотя бы так. Каларейка сдохни прямо сейчас. Не, ну ты типа там говоришь, давай ещё 20, давай ещё 20, давай ещё 20. Ну, мы там не доглядели, да, и там действительно был уже процент, мне кажется, 20, понятно, и ты такой не можешь эти 20% изъять и сделать нормально, да, тебе приходится там 20, 40, 60, 80, 100, потому что кнопка типа погнали вперёд, вперёд, вперёд. Ты вот её жмёшь, она там, понятное дело, ещё чуть-чуть протупливая, да, какие-то лаги даёт. И это был самый жёсткий такой кейс в плане отката, потому что тем вначале пришлось закатить битый релиз, чтобы потом его откатить. Это было, понятное дело, неприятно. А так, в плане откатов, там самое, на самом деле, сложное обычно, то есть когда... То есть если ты понял, что релиз прямо сейчас сбойный, то там, в принципе, довольно легко откатить обратно. Ты как бы там такой типа один плюс один, ну вроде новый релиз, пошли ошибки, давай на всех случаях откатим, будем потом смотреть, что делать. Вот, это, наверное, самый простой кейс. Сложнее, если ты понимаешь, что а вот релиз был вроде как вчера утром, а сегодня уже там типа четыре дня, и стоит ли его откатывать, потому что ты не знаешь состояние, допустим, фичфлагов, а вдруг их только что включили, а вдруг фичфлаг был занесён не в этом релизе, и откат этого релиза вообще ничего не даст. Ну подожди, так а вы как-то не согласовываете, что ли, с командой, что вот мы сейчас хотим вам откатить, потому что вот какие-то проблемы есть. На какой релиз откатить, там есть ли там фичфлаги или нет? Нет, ну крайне редко так он именно согласуется, потому что, ну смотри, у нас по договорённостям, у нас, получается, дежурный должен начать реагировать до пяти минут после прихода алерта. То есть вот, допустим, опять-таки, когда мы возвращаемся в самый жёсткий кейс, да, какой-нибудь там ночь, вот человек спит, ему, получается, поступает алерт, и он должен через пять минут уже сидеть с включённой VPN-кой, ну там, да, вопрос, сколько VPN-ка будет коннекцией, ну то есть он должен постараться сделать всё, чтобы через пять минут уже вот быть в боеготовности за своим ноутбуком. Это я просто к чему, даже не к тому, что ночью, понятное дело, ты ни с кем не согласуешь, если только звонить не будешь, и то он может не снять, да, потому что никому не должен. Вот, тут скорее просто в том, что ночью-то как раз-таки ты и можешь как-то помедлить, потому что вот у нас такой бизнес дневной, а вот днём там каждая минутка, это типа там миллионы-миллионов рублей, и если там какой-нибудь темлит или разработчик, он ещё где-нибудь на встрече, вот там, представим, вот я бы сейчас был разработчиком, мне бы кто-то пытался дозвонить и спросить, Вань, можно твой релиз откатить? Я такой, блин, ребят, я подкаст записываю, подождите. Вот, ну то есть это на самом деле делается дежурным на основании его там, ну и инструкции, представления, да, вот как я говорю, там был релиз или не был, сейчас что по метрикам, по логам. Ну а разве там по какому-нибудь календарю или там логам нельзя понять, что вот тогда-то у этой команды был релиз, он был с такой-то версией на такую-то, если что, можно там возвращаться там на предыдущую, там вот состояние там фичи флагов, ну то есть это кажется, что это вопрос какого-то представления, там какой-то таблички, словно, типа вот как оно было и как оно сейчас, чтобы что-то лучше было откатить. В плане, смотри, версий именно самого приложения, его конфигов и всего такого, ну то есть в конфиге не входит состояние фичи флагов, мы понимаем, и собственно мы на него-то и откатываем. Но я именно начал рассказывать про то, что вот именно состояние фичи флагов на момент там, типа, не знаю, там прошлого дня, его только если по логам как-то по истории выслеживать, но у нас вот как-то так исторически складывалось, что вот говорю, фичи флаги там буквально один-два раза сбоили, и у нас нету нигде ни в инструкциях, ни, мне кажется, на подкорке такое, что а вот если проблема, иди там в фичи флаг первым посмотри, потому что он крайне редко стреляет. И там действительно откат, он идет на предыдущую версию приложения, можно, кстати, даже в плане фичи флагов-то еще хуже сделать, потому что фичи флаг его там, например, занесли, дорабатывали, 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 включили, ты откатил на предыдущую, он был вообще сырой, стало еще хуже. И не отключил фичи флаг. Да, и не отключил фичи флаг. Ну это, конечно, я уже сейчас сильно драматизирую, обычно все просто, либо ты вообще лучшие практики применяешь, просто что-то перезагрузил, все заработало. Серье — это один резет. Да, да, да. Вообще СРЕ — это, не знаю, либо систем, либо сервис, рестарт-инженер. Вот, в зависимости от того, чем вы владеете, да, системой или сервисом. Ну это, по-моему, дело такая обидная шутка, да, но зачастую реально так бывает, что ты понимаешь, что, блин, вот тут, кажется, можно перезагрузить, и оно полегчает. Ты перезагружаешь, и оно отпускает. Это как, типа, выключить комп, пнуть его, включить, и он вроде работает, а же не так плохо. Так и все-таки кто первый-то узнает, что что-то пошло не та команда или вы? — Обычно мы, если по алертам, то сто процентов мы. Если сейчас прямо какой-то человек, вне зависимости от его роли, сидит на продакшене, и он это просто вот глазами ему повезло, и он заметил, то, ну, он. — И, соответственно, он принимает решение, что делаем, там, откатываем или хотфиксим что-то? — Ну смотри, в плане откатываем или хотфиксим мы почти всегда говорим, что откатываем, потому что тяжело представить такую фичу, которую вот ты кого-то будешь аффектить на проде, потому что, ну, хотфиксить — это же все равно кого-то напрячь, кто-то там, типа, разработает, опять-таки быстро, ну, довольно много времени пройдет. Мне кажется, что если прод страдает, то все-таки всегда выгоднее откатить и потом целиком докатить, чем такие ща-ща-ща. Ну да, конечно, может быть закон, который там условно штраф за неуполнение закона будет сильно больше, чем подождать. Вот, но мы всегда говорим, давайте лучше откатим, доделаем, и потом как бы снова проверим. Окей, ты тоже часто упоминал про сбой, про то, что как вы там разбираетесь. Есть такая практика, собственно, когда вы откатываетесь, вы пишете какие-то документы, описываете где-то, что произошло, почему произошло, там, может быть, кто-то виновен в этом, еще что-то, что это вообще такое и для чего это нужно? Ну да, у нас как бы в целом по компании принято, да и мне кажется, в целом по профессии писать так называемые постмортемы. Как бы можно сказать, конечно, условно, да, действительно документы, но в основном, как бы у нас это все автоматизировано, ты же можешь, типа, создать шаблоны, тебе говорится, там, что произошло, причина, там, триггер, влияние, почему произошло, там, что мы сделали плохо, что хорошо, ну, в общем, там, небольшой такой опросничек, да, и там в конце хронология, кто как действовал. Ключевая цель — это не кого-то там обвинить и сказать, вот, там, в хронологию, что это ты там три часа думал, что там сделать или не сделать, да. Тут такой кейс, что хочется разобраться и сделать выводы для будущего, почему вот оно было сделано именно так, почему такие действия, где мы, может, не доглядели, а где могли лучше доглядеть, потому что, если не разбирать, вот, каждые сбои, ну, или даже, не знаю, там, хотя бы каждый второй, ну, то есть, если даже не анализировать, там, не именно разбирать, а не анализировать, ты можешь потом как-то сесть и постфактум посмотреть, блин, а у нас, оказывается, одна проблема стреляла, там, полгода, ее, типа, пять человек разбирали по-разному, и никто это не сделал как-то по-оптимальному. То есть, есть целой процесс, мы там, вот, дежурный, соответственно, который дежурил в этот день, да, команда, ну, даже команды, потому что обычно сбои не бывают, вот, в нашей истории, что вот это прям четко, вот эта команда сбоила, и никто там рядом нет. Обычно какие-то сквозные истории, что, вот, там, кто-то зарелизил, кто-то не был готов, кто-то не выдержал нагрузку, вот, все вместе собираемся, подумаем, как это можно было, например, раньше поймать, как это можно на будущее закрыть для остальных. Там очень широкий спектр вопросов, и раз в две недели мы, как бы, самые, там, интересные рассматриваем, все вместе, грубо говоря, не знаю, пять людей думало, закрытый групп, ну, не закрытый, такой открытый группой, да, но никого не звали, вот, то мы собираемся, и такие, вот, что здесь можно было еще, там, придумать, докинуть, и как-то эту тему двигаем. Ну, а в составлении этих постмортумов участвуют только ваши команды, или подключаете соответствующих ребят, там, кто условно накосячил, где возникла проблема, ну, то есть, там, команды продуктовые имеют в виду? Да, ну, я говорю, все вместе. Сколько команд, в принципе, там, пострадало, столько подключаем даже еще. Ну, то есть, там, редко бывает так, что ты зовешь кого-то и говоришь, блин, ребят, был сбой, давайте мы вот тут подумаем, и тебе говорят, не, не, там, не будем думать. То есть, всегда соглашаются, там, конечно, могут быть разные зрелости решения, да, кто-то может сказать, а давайте, вот, типа, никогда не будем больше релизить, тогда и сбоев не будет, да. Кто-то может сказать, там, а на самом деле здесь не хватило, вот, там, такого алерта, такого кейса, или вообще, там, а что вы не посмотрели, что у вас просто, не знаю, по железу не хватает. Это словно, куда вы релизили, там, в прайм-тайм, в черное воскресенье, зачем вы это делаете? Слушай, а тестировщики участвуют в этих обсуждениях? Вот я на своей памяти крайне редко помню, потому что, там же, смотри, мы обращаемся к команде и говорим, что, вот, ребят, вот, как бы, кто у вас больше может помочь, больше разобраться, да, давайте, вот, тестировщики участвовали, когда, например, производили релиз, и там какой-нибудь был сбой, я сейчас точно не вспомню, да, но вот именно там история, что во время самого релиза что-то шло не так, человек, например, не посмотрел на метрики и там пошел дальше, да, и тут вот такие моменты, они самые тяжелые, потому что такой, блин, а как можно как-то вот, типа, процессно зарегулировать, чтобы человек обязательно посмотрел на вот эту борду слева сверху, там, в квадратик, чтобы он не был красным? Мы же не про то, что там, вот, не знаю, Ваня сделал плохо, он там не посмотрел, он там плохо зарелизировал, ну, как это, типа, починить? Ну, Ване надо лучше смотреть, да? Ну, вот, странный вывод из какого-то документа, да, который мы бы хотели как-то распространять, это немасштабируемая практика. Вот, там уже скорее про какой-то инструмент и процесс в целом, что может как-то так сделать, чтобы вот, если мы в целом автоматизировано понимаем, что вот там красная лампочка горит, может ему кнопку отключить, как-то в слэк ему написать, вот, то есть там уже по-разному, к сожалению, конечно, можно так напридумывать, что никогда задача не будет сделана, потому что зачастую можно так придумать, сказать, блин, давайте ему вот такую систему релизов напишем, что вот пока все-все-все зеленое не будет, пока человек не заполнит, там, анкету в 200 пунктов, гавочки не проставит, жирозадач, там, фильтр не релизнет, он никуда не поедет. И не перекрестившись. Да, и не перекрестившись, вообще отпечаток пальца у него на кнопке, будем проверять, что точно он двумя пальцами жмет. И пропуск еще прикладывать куда-нибудь. Да, да. Ну, в общем, цель это как бы и в краткосроке не допускать таких историй, да, в дальнейшем, и, собственно, в долгосроке иметь какое-то постоянное решение, которое по возможности переиспользуется, потому что частные кейсы, как бы они же вряд ли кому-то интересны, когда мы... Ну, то есть, да, мы вот сейчас частично полечили, но, скорее всего, этот кейс, он возможен и в других там приложениях. Тем более, когда мы говорим вот про наш департамент, где у нас там только бэкэндов где-то 150. То есть, соответственно, вот у одного стрельного так, возможно, и у второго так стрельнет. Ну, вот мне, кстати, кажется, что здесь тестирование могло бы помочь, по крайней мере, у нас есть похожая тема, мы просто тоже ведем постмортемы, тоже раз в две недели их обсуждаем, и у нас приложения, ну, у нас фронтенды, приложения очень сильно похожи. И вот как раз таки, если выводы из каких-то постмортемов могут быть полезны для соседних команд, обычно у нас это вот тестирование все распространяет. И еще лично мне очень нравится практика смотреть статистику по постмортемам, то есть, в длинный период времени, там, допустим, за полгода или за год, стало ли их больше или стало ли их меньше, потому что, мне кажется, это такая достаточно косвенная, но достаточно объективная оценка качества. Слушай, ну, это работает, ее там можно использовать, если у вас условно статичное количество команд, которые участвуют. Нет, почему? Ты же можешь смотреть по одной команде. А, ну, окей. А на самом деле, и даже тут тоже вот вопрос. Даже если у тебя не статичное количество команд, если у тебя не статичное количество команд, значит, у тебя есть какие-то команды, которые, ну, по крайней мере, у нас так, которые отвечают за, там, корр технологии. Это либо технологии, либо процессы, вот там, как моя команда, да, тесты для всех пишет. И вот мы изначально закладываемся на то, что наши тесты должны работать для всех. А если вдруг они стали работать не для всех, просто это проблема не команды, а она как бы к нам перелетает. Но даже на нестатичном количестве команд кажется, такое хорошо работает. В общем, не знаю, я очень... Ну, короче, если трекать по какой-то команде, то да, окей, это тоже можно. Ну, все равно вот мы действительно это считали, смотрели, точных цифр не вспомню. У нас был такой кейс, что количество постмортемов увеличилось и количество сбоев увеличилось за год. Но, с другой стороны, у нас была одна из мыслей, что вот мы условно в начале года не так хорошо мониторили, и не следствие ли это вот одного из другого, что ты еще лучше мониторишь, еще лучше смотришь, и у тебя еще больше сбоев светится? Да, но тогда, мне кажется, если такое закрадывается, нужно смотреть еще на какой-нибудь параметр, ну, на продуктовый, сколько пользователей задето или сколько денег потеряли. Ну, то есть, грубо говоря, приоритеты этих сбоев. Так, а у тебя продукт растет на протяжении года. Вот у тебя в начале года было один экспользователь, и к концу года один двадцать пять экспользователь. Процент можно посчитать. Ну, там, да, то есть, это надо анализировать, но это не надо вот прям самобичеванием заниматься, что типа в начале года мы писали один постмортом в неделю, а в конце года два мы стали в два раза хуже работать. Там как бы не так все просто, не такая математика. Нет, ну, тут же это же не... Ты же сам сказал, что посмотрим, это такой некрательный подход. Мне кажется, это скорее триггер того, что что-то, может быть, стало хуже. Ну, я говорю... Или лучше. Я и поэтому сказал самобичеванием, а не то, что кто-то к тебе пришел и сказал. Ты наоборот такой, сидишь, блин, там, мы хуже начали делать, что же не так? Вот, а может, стали лучше смотреть, и пользователей стало больше, и там... Ну, в общем, короче, к любой статистике надо критично так смотреть. Вот, мы эту статистику действительно собрали, и вот там много было выводов, да, и один из таких... Может, конечно, самобман как раз-таки. Мы такие, ну, мы типа лучше стали смотреть. Это не мир стал хуже, да, это мы лучше смотреть на него стали. Вот. То есть, постмортом очень непросто, как люди собрались, поговорили, такие, типа, ну, вроде по кайфу все обсудили, а тут все понятно, расходимся. То есть, это и задачи, там, эпики, ну, и разные-разные, в общем, сущности появляются. И, как бы, помимо того, что он ценен как разбор ситуации, процесса, как бы в том числе и ценен, как из этой ситуации выйти и в дальнейшем, мы еще и смотрели, сколько задачи висят в статусе, там, какого-нибудь ожидания, да, и там, все ли они сделаны, не все, а по самым критичным, там, какое соотношение. Ну, то есть, типа, компании в целом даже есть встречи по четвергам, когда мы смотрим, там, какие-то самые важные, ключевые постмортомы. В общем, кажется, что это... Можно применять практику постмортомов по-разному, но она однозначно нужна. Хотелось бы вот прямо в двух словах кратенько получить от тебя какие-то рекомендации для команд. Вот если команда хочет улучшить свой процесс работы с релизом, что они должны сделать в первую очередь? Начать можно хотя бы с анализа, вот, может, не знаю, постмортомы, не постмортомы, да, потому что тяжело будет как-то применить серебряную пулю, да, не понимая, что именно у тебя сейчас болит. Потому что можно там сказать, ну, поехали все в ТБД, а окажется, что вы там релизитесь раз в полгода. И как бы, ну, понятное дело, что это будет очень неправильным для вас таким... Ну, то есть, резко запрыгивать в какую-то новую практику будет всегда больно. Вот, поэтому я бы тут сказал, что надо посидеть, поанализировать именно свои процессы, свои релизы, там, не знаю, количество сбоев, багов, откатов, релиза и так далее, и так далее. Ну, и в зависимости уже от зрелости применять к себе. То есть, если вы, не знаю, релизитесь, там, раз в две недели, пробовать раз в неделю, да, если там раз в неделю, пробовать, не знаю, раз в три дня. Ну, в общем, тут все итеративное. Соответственно, начали, например, чаще релизиться, там, чаще сбои стали. А как их полечить? Вот, соответственно, там, лучше мониторинг, лучше алертинг. Может, у кого-то, там, если мы говорим про маленькие команды, вообще нету отдельной роли, не знаю, ни тестировщика, там, ни сырье, и каждый такой мини-стартап, где каждый сам себе любая роль. То есть, как бы на разных масштабах разные применимы, поэтому тут тяжело сказать как-то однозначно. Я бы, наверное, сказала из всего нашего разговора, что нулевой шаг должен быть вообще осознание того, что вы хотите улучшать свою стабильность, а первый шаг — это тогда уже собрать какие-то метрики и посмотреть, что в первую очередь прямо сейчас на вашу стабильность и скорость влияет. Ну, да. Ну, возможно, на любом шаге понять, какие метрики надо собирать, потому что, когда мы вот там упарывались по метрикам, мы тоже пытались там вообще все замониторить, и потом поняли, блин, а нафиг мы это собираем. Ну, ты просто сидишь, у тебя море данных, и ты просто не понимаешь, зачем тебе там, не знаю, 80% от этого моря, а люди потратили время на это. Ну, хотя, с другой стороны, возможно, если мы говорим прям мир, где вообще нет метрик, наверное, лучше сделать больше, чем меньше, потом будет проще это дело выкинуть, чем ты в какой-то момент поймешь, что, блин, а вот именно этой метрики у нас нет, и все, и ты ее никак ретроспективно не наиграешь. Скажи что-нибудь сейчас заключительное. Кто не релизит, тот не ест. Релизтесь безопасно. Ну что, все? Да, спасибо. Спасибо огромное, было круто. Да, всем пока-пока. Всем пока. Квак Квак И в продакшн Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова